стоит у нас двухконтурный котел buderus очень хорошая марка очень надежный котел но со временем видать расходомер немного начинает закоксовываться в общем намного хуже начинает срабатывать то есть при более низком потоке жидкости если вы горячую воду открыли не сильно расходомер может не включить сам котел и то есть вода идет так и холодная сейчас котел включился это кто-то открыл горячую воду то есть он включился все вполне нормально но иногда бывает все-таки сбои иногда все-таки сбои бывают вот поэтому решил поставить бойлер косвенного нагрева долго как бы думали все-таки покупка не дешевая работы предстоит по подключению перетяжки инженерных сетей довольно приличная вот подключаю его к одному из контуров теплых полов то есть у один контур идет на гараж вот к нему и подключу вот этот бойлер и после подключения проверим насколько хорошо он будет греть воду приобрел вот такой бойлер косвенного нагрева и к нему сразу приобрел тэн электрическую часть в том случае если а летом скажем нет отопления не включается то нагреваться бойлер горячая вода будут путем электричества тэном это я считаю что самая оптимальная такая схема горячего водоприготовления значит комплект входит тэн с анодом вот он такой термопара вставляется сюда и и диод включения-выключения собирать будем по месту почему именно бойлер косвенного нагрева дело в том что он работает от отопления у нас здесь отопительный сезон довольно длинный и почему понадобились понадобилось вставлять электрические тэн и потому что летом отопление отключаем можно конечно один контур сделать конкретно под воду нагревания но из-за одного контура гонять котел но считаю не особо рентабельным поэтому а летом мне кажется проще включать электрический нагрев открутили крышку с анодом убираем и вместо нее будем как раз вставлять крышку с анодом тэнами и площадкой под терморегулятор вернее трубкой под терморегулятор сейчас прикрутим и у нас будет электрическую разводку сделаю и будет в принципе практически готов для подвешивания на стену значит обязательно надо положение ты на позиционировать по отношению к термодатчику и крышки то есть ставим на минимальная то есть вот там стрелочка есть плюс-минус вот оставим на выключенное положение вставляем как положено его как он будет у нас стоять стоять вот в таком положении берем крышку крышка у нас будет стоять вот таким образом и сейчас позиционируем по прорези то есть вот это минимальная сейчас вот это у нас минимальная смотрим прорези то есть вот именно в таком положении что обязательно вот это переключатель попадал в положение как будет закрыта крышка именно чтоб свой свой пас попал сейчас термостатик убираем и вот в этом положении и прикручиваем крышка прикручиваем сейчас вставляем сам термостат таким образом вставлять все никуда он не денется положение выключено сюда но сейчас подключим электрическую часть так все электрическая часть собрана кабелек все сделан прикручен закрываем крышку ну вот в принципе сам монтаж закончен осталось это под розетку загнать так что все культурно аккуратненько сигналя лампочка стоит очень все как бы осталось повесить на стенку бойлер повесил в подполье правда размер очень большой у него получился в магазине на полу ну как бы на полке он висел так стоял вроде как небольшой было тут довольно приличный обязательно учитывать надо что сам он весит 80 с лишним килограмм плюс 150 килограмм воды и того больше двухсот тридцати килограмм вся конструкция будет весить поэтому костыли восьмерка на четыре костыля пришлось врубать столбы на хорошие опоры мощные этого вполне думаю хватит делаем подвод холодной воды обязательно через обратный клапан со спускником подачу горячей воды можно делать кому как удобно смотря сколько потребителей у меня три потребителей в перспективе 4 поэтому я делаю буду ставить вот такую гребенку гребенку обязательно ставить на американки потому что если что-то потом снять чтобы всю гребенку не разбирать проще открутить две американки и гребенку как бы хоть справа хоть слева снять гребенку будут крепиться обязательно через американку и так же будут закреплена хомутом чтобы не было никого давления так же как и ну никуда эта конструкция не денется все очень жестко разводка будет металлопластиковыми трубами вот на этот торец также через американку подсоединяю кран с 20 трубой металлопластиковые нужно для того что подключить сюда старую систему через второй контур котла то есть будет либо закрыли бойлер открыли котел и вода будет прямотоком идти через котел по старой схеме как у меня и было это нужно для лета чтобы сильно электричество не тратить вот ну а зимой все в обратную сторону и работаем через бойлер через отопление вот примерно такая конструкция разводку по воде сделал это у нас будет подача воды в бойлер а вот это раздача горячей воды то есть кухня санузел и пристройка где сын живет горячая так это у нас подача с двухконтурного котла именно горячей воды значит здесь стоит кран также и здесь стоит кран на отсечку бойлера то есть зимой работа от бойлера сто процентов идет потому что это минимум затрат то есть от отопления сам змеевик в бойлер запитан от отопления при надобности переключиться на двухконтурный котел открываем этот кран закрываем бойлер и идет горячая вода непосредственно через двухконтурный котел это мало ли что с бойлером случилось вдруг летом не захочется электричество сжечь потому что при отсутствии отопления этот бойлер можно также запитывать от электричества сейчас у меня греется пока от электричества потому что отопления нету ну вот в принципе наверное все работа закончена всем пока пока нету вы офис вы у вы Продолжение следует...